МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу и персональный акцент. Российские соотечественники, проживающие в Республике Молдова, а их по статистике свыше 200 тысяч, создали свою общественную организацию Союз Российских Соотечественников Молдови. И сегодня у нас в гостях председатель этой организации Александр Блащук. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, традиционный журналистский вопрос, предиктован как и любопытством, так и, в общем-то, профессиональным предназначением. Александр, вот каковы цели организации, которую вы сейчас возглавляете, ну, и задачи, которые ставите перед собой. Это просто общественная организация неправительственного характера, когда объединяется, ну, не знаю, по какому-то этническому принципу. Или есть возможность, ну, не знаю, влияния на политическую, экономическую среду обитания, влияние, может быть, на принимаемые решения. Потому что, в принципе, мы же живем не в таком, не в безвоздушном пространстве. Все, что происходит в стране, оно так или иначе отражается на наших жизнях и на деятельности нас, как граждан Республики Молдова. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, мы начнем все-таки с объяснения для телезрителей, что такое российские соотечественники. Потому что многие спрашивают, некоторые недопонимают, что за категория людей, считают, что это только граждане РФ, которые проживающие в Республике Молдова. На самом деле дело обстоит не так. Российские соотечественники – это наднациональная структура. Она не строится по этническому принципу. Она обладает социокультурным пространством, которое жездится на православии, на русском языке и культуре, на общей исторической памяти и на общее видение на развитие жизненных процессов в стране. И согласно закону Российской Федерации о работе с российскими соотечественниками за рубежом, там дано определение, что такое российские соотечественники. К российским соотечественникам относятся лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, чьи родственники по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Федерации, имели гражданство СССР и на сегодняшний день проживают в республиках, которые входили в состав СССР и получили гражданство этих государств. Вот эта категория людей и относится к российским соотечественникам, проживающим за рубежом. Ну, поскольку в нашей стране большое количество людей проживало, во-первых, еще при Советском Союзе, воспитывалось там, получало образование, и не по нашей воле произошло так, что страна Советский Союз распалась, многие соотечественники остались искусственно за рубежом, уже совершенно в других новых государствах, вот, и ихние уже и дети выросли, и это актуально еще и сегодня, потому что очень много нерешенных вопросов, и до конца жизнеустройство так и не определено. И очень много, наверное, культурных, человеческих связей сохранены до сих пор. Да, да. Но, чтобы ответить еще актуальность, почему именно на сегодняшний день создание такой организации, Дело в том, что тот багаж, который у нас был еще с советских времен, на котором строились межнациональные отношения, и то, чем мы пользовались по сегодняшний день, это и правовая база, это и общественные отношения, это и культурные связи, и хозяйственные связи, и между республиками, когда это было много на личных связях построено, многие учились в одних вузах, работали в общих союзных министерствах, служили вместе в армии, значит, работали молодыми специалистами в различных регионах Советского Союза. Это была совершенно другая реальность. Многие трудовые коллективы, как бы взаимоотношения в трудовых коллективах, этот багаж, он уже закончился, закончился еще вчера. Пришло новое поколение, новые поколенческие подходы, новые реальности, новые какие-то процессы, которые происходят как и в глобальном порядке во всем мире, так и на постсоветском пространстве и в самой Молдове. И в это время, в это время уже необходимо принимать самое активное участие в том, чтобы это не было уже познано. У нас впереди принятие новой Конституции, у нас те законы, которые в свое время принимались и регулировали национальные и межнациональные отношения, они уже практически выработали свой ресурс. По большому счету, они как бы в полном объеме не работали. И поэтому настало время, вот сейчас, во время этого определенного шатания, поиска какой-то идентичности, когда идут какие-то заявления о том, государственность это все-таки сохранится, Молдовы, или будет тренд взят на объединение с Румынией. Много всего такого, что в стороне уже оставаться нельзя. И целесообразность этой организации, подводя итог под этот вопрос, в том, что чисто с этнических позиций русских, будь то болгары, или будь то гагаузы, или евреи, этот вопрос не решится. Потому что практика показала, что в основном дискуссия велась в таком академическом формате, за круглыми столами, на каких-то конференциях, там где-то встречались какие-то соотечественники бывшего Советского Союза, что-то там обсуждали, что-то там пытались через прессу донести, ничего не изменилось. Абсолютно как бы собака лает, караван идет. То есть это происходит в отрыве от государственных институтов, или в отрыве, может быть, от самого, я употреблю такое слово, социума? Происходит так, что государство, государственная политика, та политическая элита, она как бы не принимает во внимание вот эту проблематику. Она для нее как бы не существует на сегодняшний день. Вот если мы буквально с вами вспомним, как проходили круглые столы, различного рода комментарии, интервью по 25-летней зависимости Молдовы. Значит, отмечались различные аспекты развития нашей страны, какой путь она прошла, начиная от принятия Конституции, что это суверенное государство со своим гимном, со своим гербом, со своим флагом, со своим гражданством и так далее. Со своим языком, который указан в Конституции. Да, да, совершенно верно. Со своим языком как бы вот это все обозначалось, говорили о том, что не получилось, какие проблемы у нас, какова на сегодня политическая система, кто у власти. Говорили о геополитике, говорили о всем. Может, меня кто-то поправит и очень внимательно отслеживал. Значит, мы общались с коллегами. Я ни в одном выступлении, ни одного политика, ни одного журналиста, ни одного политолога, ни одного политического эксперта я не слышал о том, что в обществе есть определенные нерешенные вопросы в межнациональных отношениях. Эту тему обходят. Она некомфортна, ее не хотят обозначать. Говорят так, давайте будем жить дружно, что нам делить, надо двигаться вперед, это наша общая страна и так далее. Но никто предметно поговорить на эту тему не хочет. Вот ваша оценка межнациональных отношений Республики Молдова, как она, то есть, какими вы видите их сегодня и ваша оценка того, как решаются вопросы межнациональных отношений на уровне государства в чиновничьих кабинетах? Ну вот, посмотрите, очень наглядный такой пример, контрастный. Когда появилась платформа «Да», и когда они вышли все на площадь, и как бы собиралось большое количество людей со всей страны, проводились массовые митинги, я четко могу отметить господина Бацана, который являлся одним из участников активистов, да, как бы в начале этого движения. Он сам журналист, вел много передач с Натальей Морарь, политика, и сейчас вот ведет там передачу, насколько я знаю, «Домный президент». Вот, и у него с телевидения часто возникал такой вопрос, я неоднократно его слышал, мы обращаемся к русскоязычному населению, мы хотим, чтобы они нас поддержали, мы хотим, чтобы мы вместе, они очень вяло на это реагируют, а по большому счету никак не реагируют. Но дальше он в своих размышлениях не идет. Но это утверждение бацана. Да, но это так и было. Это так и было. То, что там некоторые люди потом вышли и кто-то там выступил, массово не поддержали. Массово не поддержали. Хотя в целом, в душе это все разделяли. И то, что происходит, и то, что кража этого миллиарда, и то, что привлечь нужно к ответственности, так больше нельзя, все это понимали. Но ведь, когда вас приглашают, когда вас зовут, нужно понимать, в качестве кого вас туда приглашают. И каково ваше место там. И что в дальнейшем произойдет, после того, как это мы свергнем, допустим, ну, может быть, это жестко сказано, свергнем, поменяем эту власть. Да, придут новые лица, новые идеи. А что в отношении межнациональных отношений? Может быть, прежде чем, как бы, надо было туда призвать, чтобы люди вышли, может быть, надо было несколько раз обратиться и более глубоко затронуть какую-то проблематику. Да, поставить более понятные цели. Более понятные цели, как бы, что будет происходить дальше. Ведь за все эти годы, за все эти годы, я не слышал ни от одного общественного деятеля, ни от одного правозащитника, ни от одного, я говорю, какого-то политика, видно вам, что давайте вместе, чтобы были какие-то ошибки. Было возможно недопонимание с обеих сторон. Значит, хотели построить одно, не до конца что-то вышло. Были какие-то проблемы по этому пути. Еще много предстоит сделать. Нам нужно все вместе. И как бы, определим и статус языка, и характер взаимоотношений, и какое это будет государство. Как бы, ну, мы должны понимать, мы, русско-культурные люди в стране Молдова, должны понимать, куда мы идем, куда нас приглашают, и каково наше место. Никто об этом за эти годы меня могут поправить. Я не слышал обстоятельного разговора. Я был на нескольких круглых столах, там проводили под эгидой там различных этнических организаций. Вот были дни славянской письменности и культуры, как бы, в Молдове, да, и проводились некоторые там такие семинары, круглые столы, что в защиту государственности Республики Молдова. Говорят обо всем. Ну, вот смотрите, как наметилось в нашем обществе все, что связано со словом русский, русская общественная организация, там, не знаю, союз российских соотечественников. Многие сразу делают такой знак равенства с геополитикой. То есть, это значит влияние на, ну, не знаю, так сказать, влияние России, влияние Москвы и в данном случае это попытка, опять же, влиять, ну, не знаю, не то, что на развитие общественной мысли, а развитие самого государства. И уже, мне кажется, это бретает некий, будем говорить, отрицательный оттенок в том плане, что надо быть с этим осторожнее. Ну, во всяком случае, я слышу это от чиновников, которые сегодня так сказать, не просто близки к власти, а уже, так сказать, обладелены властью. И тогда возникает вопрос, а как же это все согласуется, допустим, с тем, что декларировалось когда-то, как одна из, ну, развитие Молдовы, как одного из многонациональных государств. И вот в этом сложном клубке вот таких вопросов, как сделать так, чтобы Россия, то есть, все русское не воспринималось как некое, ну, не знаю, давление на власть? За эти годы сформировались определенные информационные такие штампы и клише. Это не произошло на ровном месте. 25 лет четверть века, воспитывалось несколько поколений в таком вот отношении, в такой осторожности, вот, в отношении, назовем так, русского вопроса. Что было в самом начале, когда распался Советский Союз? Все государства начали обретать независимость, строить свой суверенитет и естественно, как бы, о той политике, которую проводила тогда Коммунистическая партия, и многие были с этим не согласны, и я помню сам еще по себе в молодые годы, как все на кухне говорили, возражали, и почему эта Коммунистическая партия всем рулит, когда есть, как бы, Верховный Совет на районном уровне и так далее. Ну, как бы, много было перекосов, и люди, когда вот эта страна распала, Советский Союз, конечно, по многим позициям все вздохнули такой полной грудью, получили какую-то свободу, какое-то вдохновение и считали, что вот сейчас вот мы заживем, сейчас все у нас получится. И надо сказать, что вот тогда порыв такой привилегированной молдавской интеллигенции, значит, политической элиты, они как бы были такими искренними, потому что подъем такого национального самосознания, значит, построить свою государственность, наконец-то мы самостоятельно в принятии своих решений и так далее. И, как бы, понять, вот так, если абстрагироваться и со стороны посмотреть, что тогда происходило, вот этот закон о языках в 89-м году, который дал точку отчета, да, чемодан, вокзал, Россия, мы кормим как бы Москву, мы достаточны сами по себе. Закидаем помидорами. Закидаем помидорами и так далее. Я вспоминаю, когда я выходил, значит, на площадь Великого национального собрания, там были такие картины, плакаты своеобразные, там, ну, даже неудобно сейчас, как бы, воспроизводить, что там рисовали, как бы, что было на столе и кто с этого стола ест, и как там бедная крестьянка со своим мужем в углу своей комнаты, своей избы, как бы, стоят и боятся там слова сказать в этом вопросе. Многое чего было, много какого-то было нахлеста, такого эмоционального. Но со временем, когда вот проходит, ты понимаешь это, что, наверное, через это надо было пройти. Потому что, как бы, ну, всегда-то, когда происходит какое-то коренное, да, перелом, какие-то революции, какие-то освобождения, там, от колотениального гнета или вот распад Советского Союза, тогда это еще можно было бы понять. Но прошло 25 лет, прошло 25 лет, значит, в сферах управления государством русско-культурные люди, а я сюда относил бы и болгар, и гагаузов, и евреев, и русских, и так далее. Но если есть, это такие считанные единицы, еще какой-то переходный период, еще это было при Снегуре и при Лучинском, это еще как бы было, работали во многих отраслях еще, работали, потому что были настолько тесны производственные отношения, люди проработали по 15 лет, в одном коллективе по 20, ну как? Вычеркнуть опыт этих людей невозможно. невозможно, сформировались очень такие теплые отношения межличностные, и это не так было легко, плюс, как бы, специалисты еще не были подготовлены, как бы, местные, и приходилось в хорошем смысле слово местной элите как бы ждать, пока произойдет это все кадровое обновление. Но уже при Воронине, уже при Воронине, уже ближе где-то к 2003 году этот кадровый состав полностью был изменен, уже практически никого не осталось абсолютно. Но даже если взять в чистом варианте с 2003 года, сегодня на улице 2016 год заканчивается, а в основном еще там. Оказывается, когда подводили итоги 25 лет независимости, и государственность не построили, и несостоявшаяся страна, и у нас коррупция, и у нас не та политическая система, и у нас как бы с народом никто не считается. Кто мешал? В плане межнациональных отношений кто мешал? Кто мешал? Абсолютно было однородное этническое руководство страной, скажем так. И если тогда при распаде Советского Союза это было все-таки искреннее такое вдохновение и как бы желание построить свою страну, создать государственность, то сейчас это уже выбрасывается чисто как элемент в общественное сознание для того, чтобы занять свою нишу и прийти к власти на. Разделяй властвуй. И это же не секрет. Когда разговариваешь в таких приватных беседах с людьми и те, которые в каких-то партиях состоят, манипулируют общественным мнением для того, нужно найти общего врага, нужно показать из-за чего у нас это не получается. Вот кто нам совершенно мешает? Кто постоянно на нашем пути стоит? Вот сейчас уже в это время уже это как-то неприемлемо. Это уже власть сама по себе, она использует народ, людей, электорат, в первую очередь титульную нацию, для того, чтобы пройти во власть. Выигрывает ли в этом в целом весь народ молдавский? Я глубоко сомневаюсь в этом, что мы все от этого выиграли. Ну вот если так посмотреть национальный состав руководства страны, там в правительстве либо в других каких-то институтах власти, судебной власти, мы видим, что она как бы давляет к мононациональной. такой культуре. Там в основном подавляющее большинство людей, которые считают себя и являются таковыми, являются молдаванами. и я не хочу сказать или бросить какой-то там камень яблока раздора, вот наш с вами разговор, но мне кажется, что отчасти я готов согласиться и с тем, что вы говорите, потеря национальных кадров прошлого времени, которые несли в себе не только опыт, но, наверное, и культуру управления, культуру ведения дел, где понятие такое, что коррупция это не так сказать, не производная сегодняшнего дня, она существовала всегда, но отношение коррупции, например, если сравнить советские годы и сегодняшние годы, оно разнится, и тогда, наверное, люди, когда брали взятки, пытались это скрыть, то сегодня, как раз наоборот, мы демонстрируем свои материальные возможности, ну, ровно столько, пока не придет прокурор с повесткой, но вопрос мой такого рода, вот последние заявления чиновников, которые звучат в эфире телеканалов, я хотел бы напомнить вам о заявлении господина Киренчука, о том, что вот не так давно прозвучала оценка представителей МИД Российской Федерации относительно того, что было сказано спикером парламента, господином Канду, вот ваша оценка всего этого, насколько это все, ну, не знаю, с моральной, с этнической, с этической точки зрения, должно быть? Вот это очень хороший вопрос, и на него нужно отвечать глубоко. Вот посмотрите, что произошло. Заявление уважаемого министра в социальных сетях, на своем блоге, и как бы потом эмоциональная реакция союза там русскоязычных журналистов, потом с каким-то определенным запозданием таким подключилась Компартия Молдовы, отдельный разговор, что они там подключились. Вот. О чем говорят? Как мог себе такое позволить? Нужно привлечь к уголовной ответственности, это не соответствует, как бы, нашей межнациональной политике, ну, и все в этом порядке. А никто не задался вопросом и не обсудили это, как могло это произойти? Вот глубина вопроса. не то, что он сказал, как могло такое произойти? Это ведь взросло в человеке, видимо, не только в одном одном. Не в человеке, не в человеке. Это взросло, как вы говорите, потому что не одно, уже не один год, а уже много лет. Это то, о чем мы говорим в нашей беседе здесь, что вот это вседозволенность, вот это, как бы, безнаказанность, когда можно оскорблять по этническому признаку, когда уже лишает, как бы, людей тормозов даже такого уровня. Я не могу сказать, что это у всех, абсолютно нет. Ну, как бы, не буду сейчас разбирать названия этих партий, все знают, о какой партии идет речь, но вы обратите внимание, мало того, что он себе это позволил, хотя ни в одной цивилизованной стране это невозможно было бы, потому что есть некие правила игры, есть некая красная черта, которую переступать нельзя. И если человек ее переступил, он осознавал, он довольно-таки вменяемый человек, он соответствующим образованием, жизненным опытом, он в политике, он в кабинете министров, значит, он себе отдавал отчет, а отдавал почему? Потому что это не первый раз, это не первый раз не только с его стороны, но и его коллег по партиям и других политических деятелей. Где заявление премьер-министра на следующий день от имени кабинета министров, где заявление президента, который является гарантом конституции, а в конституции 32-я статья, где свобода мнений и выражения, там в пункте 3-м четко сказано, что никто не имеет права опорочить народ, нацию или государство по дискриминирующим каким-то признакам и так далее. переступить через это ничего не стоило. И надо было какие-то сделать заявления, надо было дистанцироваться от такого человека. Никто не дистанцировался. Может быть, я чего-то не знаю, поправьте меня. Ну как можно было не дистанцироваться? Ну в любой европейской стране, куда мы так рвемся, ну после такого человек бы сразу подал в отставку. Ему бы просто шепнули, да не шепнули бы, он бы сам просто понял, что сделал глупостно. Вот где. Ну мне нечего сказать за счету нашего правительства, член которых, в общем-то, один из министров, который позволил себе такую негативную оценку в адрес русского народа. Но вот часто говорят о том, что влияние России, угроза России, знаете, все русское, любая русская организация тут же вставится знак равенства российской угрозы. Хотя мне лично кажется, что своему существованию Российской Федерации на политическом, на карте мира для кого-то уже воспринимается как угроза. Хотя, в общем-то, наверное, в таком случае надо воспринимать любую другую страну как угроза. Но опять же, кто формулирует так повестку дня, что это угроза? Вот кто ее так формулирует? Мне непонятно, кто ее так формулирует. Надо вообще отделять геополитику от межнациональных отношений, которые в Молдове. Вот опять, это очень глубокий вопрос. Вот что происходит? Все эти годы, все эти годы, когда было обращение, особенно в период электоральной поддержки, когда идет выборная кампания, ну, спекулировали на этой теме. Наибольших успехов добились коммунисты. Тут надо отдать им должное. о чем, как правило, всегда шла речь. Если шла, то в основном о дружбе с Россией, о экономическом сотрудничестве, о том, что мы войдем в партнерские отношения с Россией, Белоруссией и так далее. Вы знаете, как бы, всем здесь национальным меньшинствам, которые проживают, в первую очередь интересует его благополучие семьи, его лично, его карьерный рост, трудовая деятельность как бы связана с этой страной, с этой родиной, где он родился. Вот благосостояние, вот что его в первую очередь интересует. Да, интересует геополитика тоже. Есть у каждого человека какие-то свои предпочтения. Вот об этом, еще раз повторюсь, не предпочитает об этом говорить. А геополитики еще могут говорить, об этом нет. Надо развести эти два вопроса по отдельным сторонам. Это умышленно все делается. И здесь я бы хотел буквально две минуты у вас занять. Почему? Потому что трагедия, я скажу, что всех межнациональных меньшинств и в целом русско-культурных людей, потому что когда коммунисты шли к власти, это был 2001 год, значит, вот те тезисы, которые провозглашали коммунисты, и в частности Воронин, когда в президенты шел, там и второй государственный язык, там и прекратить вот это комомство, финомство, протеже в кадровой политике, и отношения с Россией и Беларусью, и решение вопроса Приднестровского, и так далее. Что в итоге произошло? 2001 год принимается закон о лицах, относящихся к национальным меньшинствам и правовом статусе их организациям. И в этом законе там четко определяется присутствие квот, если так можно выразиться, всех национальностей в силовых структурах, в органах управления, в парламенте, в правительстве, везде это было обозначено. Там просто золотой закон. Правительству дается два или три месяца там давали на то, чтобы привести в соответствие законодательство с принятым законом. Это был 2001 год. Сегодня 2016 заканчивается. В 2003 году парламент при коммунистах принимает закон концепции национальной политики в Республике Молдова. Там тоже описано в целом о том, что в первую очередь нужно принимать профессиональные качества людей, что не должно быть ни ассимиляции, ни деценационализации, прекрасное много положений. Тоже дается поручение привести в соответствии. И вот 2016 год все таки осталось. У меня вопрос возникает. В это время Кабинет Министров не буду называть этого премьер-министра при коммунистах, но мало кто тогда самостоятельно что-то решал. Тогда слово Воронина и слово Бюро партии для них это был закон. Я не думаю, чтобы Кабинет Министров осмелился бы не выполнить поручения парламента. И при присутствии скажем тогда в парламенте 71 мандат, конституционное большинство, они сделали, они могли сделать здесь золотой край. Они могли как бы на многие-многие годы вперед создать действительно национальное согласие, мир, дружбу, дать какой-то рывок стране, привлечь опять хороших специалистов и так далее. Ничего этого не было сделано. И вот когда все русскоязычные, русско-культурные люди поняли, что их обманули, это был великий исторический обман. Вот после этого, когда понятно, что не только по межнациональным отношениям, но и по политическим своим предпочтениям, по левым взглядам, по том, что происходит здесь в стране, кто оказался у власти. Даже и сейчас то, что какую коммунисты заняли позицию, значит, вот все как бы в растерянности оказались. А куда мы? А теперь кому? А кто теперь наши интересы как бы будет продвигать? Ну, появился сейчас как бы господин Додон. Ничего не могу сказать отрицательному, не буду делать никакой рекламы или там положительного, могу сказать лишь только одно. Я пока не слышу только о геополитике и не только Яну. Ну, у всех же нормально все с головой. Все все слышат, о чем говорят. Речь идет о таможенном союзе, речь идет о восстановлении торговых отношений в целом с Россией, речь идет о том, чтобы молдавские товары поступали на российский рынок, чтобы не было никаких проблем с трудовыми мигрантами. И все, все, я пока сейчас не трогаю европейский вектор. Если рассматривать это как базовый элемент, например, построение новых отношений, ведь, смотрите, давайте вспомним биографию Игоря Дедона, он экономист, и в данном случае он говорит о том, что впереди должна быть экономика, а уже политика будет обслуживать этот интерес. Может быть, как бы дадим карт-бланшу? Карт-бланш дадим, но время настало. Но надо же как-то обозначить проблематику. Вы знаете, вот есть как бы такое выражение, не мною было сказано, вот чем вы больше гвоздь забиваете в бревно, чем глубже он туда заходит, тем более плотно он там сидит и не сгибая себя ощущает, вот этот гвоздь. Понимаете, вот то есть вы говорите о проблеме, которая может загнать в губ. Если все думают, что проблема ушла, она никуда не ушла. Это не значит, что какое-то великое противостояние вот сейчас на пороге. Просто никуда проблемы эти не исчезли, они никуда не ушли. базовые, принципиальные подходы нарушены. Есть права и есть обязанности у людей. Это закреплено в Конституции. Да, глава вторая права, свободы и обязанности. Что мы видим в обязанностях? Преданность стране, статья, защита Родины и обязательное участие в финансовых расходах государства. Ну и охрана окружающей среды и памятников. По обязательствам кажется все в порядке. Не дай Бог где-то что-то. Значит, все мы, вне зависимости от того, какое у тебя вероисповедание, язык, какой-то национальности, мы все пойдем отстаивать интересы своей страны, своей Родины. И так же было и при Приднестровском конфликте. Разве там кто-то делился на русских и молдаван? Я сейчас не беру как бы где-что, кто там виноват, как это произошло. Я говорю, кто выступал с этой стороны. В окопах сидели как бы вне зависимости от национальности. Значит, как выполнить свои обязательства перед страной, здесь мы все равны. А вот то, что прописано в Конституции о правах и свободах, здесь появляются какие-то перекосы. Где статья права на труд и свобода выбора работы? Вы понимаете, что произошло? Декларативно только. Декларативно это равенство статья 16 Конституции. Все равны перед законом, но есть еще одна как бы еще один термин и перед властями. Независимости от национальности, языка, религии, да, имущественного положения, социального статуса. Ну, как бы мы не видим этого равенства. Пример, чтобы не быть голословным, нужно всегда приводить примеры. Административный кодекс статья 344 пункт С касается защиты прав потребителей. При размещении товаров на рынке, а также оказании услуг населению, при отсутствии должной информации на государственном языке, необходимой. Штраф физическим лицам 25-50 евро, ну, условных единиц, юридическим лицам 450-500 уе. Я не знаю, может много, может мало. Правильно ли, что есть санкционная такая часть, что следует последствия, если это не выполнять? Правильно. Законом предписано выполнять. А где зеркально за невыполнение статьи о функционировании языков? А где как бы за то, что нарушаются наши конституционные права? А где за то, что как бы закон о национальных меньшинствах, о концепции, почему не продублировано в административном кодексе? Теперь опять отношу равенство перед законами и властями. Принцип нарушается. И об этом можно много говорить, просто не хотелось бы перевести в плоскость юридического анализа. Но вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что ответы на эти вопросы можно увидеть в плоскости такого понимания того, что к власти были допущены люди, которые уже открыто призывают о том, что Молдова как государства такого нет и не должно быть. Нужно совершить объединение с братским соседним народом. И эти политические структуры никто не наказывает. Более того, они прорываются во власти. Тогда уже даже сейчас при таком немалом рейтинге тоже либеральной партии, тем не менее, призывы со стороны представителей этой партии звучат до сих пор. Я вам скажу так. С момента распада Советского Союза и возникновения независимого государства Молдовы единственная национальная идея, которая была ясна и четко сформулирована, концепт этого соединения с Румынией. Вот, когда только это произошло, первые порывы, народный фронт, вот это все движение, единый язык, единый народ, ничего другого не предложили. Результат мы знаем. Результат мы знаем. Стали разделенной страной. Результат мы знаем. Я вам скажу, как бы, что пьяни забыл в этой передаче. Я настолько получил вчера, как бы, ну, долгожданное признание, думаю, ну, наконец-то, при жизни, спустя 25 лет, я прочитал интервью второго президента Молдовы, Петра Лучинского, читали, ознакомились, нет? Ну, наверное, нет. Вот, очень длинное интервью он дает о мной МД, и, как бы, в целом, посвящено институту президентства, ну, в контексте всех его ответов, вырываясь с контекста, как бы, суть от этого не меняется, то, что я вырываю. У нас очень политизированное общество, у нас не интересуются люди, он хорошо лечит, хорошо строит, хорошо учит, у нас интересуется, на каком языке он говорит. У нас интересуется, он за восток или за запад. Людей разделили по этому принципу, на каком языке и в какую сторону ты смотришь. Это можно было намного раньше сказать, но спасибо, что хотя бы сейчас об этом как бы президент, который довольно-таки интеллектуально подготовленный, я считаю, всех президентов, кто был. Я еще не готов считать, что это такой некий элемент покаяния, не знаю, дождемся ли мы от наших лидеров, бывших и будущих, такого искреннего проявления чувств, как покаяния, почему? Потому что для этого надо быть великим. Дело не в покаянии, я вам скажу. Это все-таки фундаментальные слова. Потому что там в интервью, ну это понятно, и так всем, но как бы все-таки величина, авторитет, бывший президент, вот, четко говорит, что страна, страной никто не занимается. Страной никто не занимается. Значит, его жизненные вопросы не решаются. Что сформулировали, значит, уже не первый год дебаты и как бы все натуги о том, чтобы подать заявление на вступление в Евросоюз. Но никто вас туда не примет. Он так тоже об этом пишет. Потому что с пятым классом университет не принимает. Потому что нужно привести страну в соответствие. И здесь тоже как бы не все до конца. Вот смотрите, часто критикуют, опять используют, вот, это же все, как правильно даже сказать, так, ну, подтасовывают вот смысловые понятия вот в отношении этого Додон. Не хочу его защищать, просто хочу сказать объективно. Додон четко говорит, если как бы мы придем к власти и вообще, что бы мы хотели изменить, это не то, что изменить курс европейский вектор. Но надо пересмотреть соглашение, надо посмотреть определенное положение, которое как бы не работает в пользу как бы народа Молдовы. Нормальный, вроде здравый вещик говорит, никто не хочет услышать. Хорошо, проводим параллель опять. Давайте пример опять будем приводить. Значит, Америка ведет переговоры с Европой по трансатлантическому сотрудничеству. Переговоры начались с 2013 года. Майкл Фроман, один из ведущих специалистов его команды, Обама, значит, возглавляет вот это направление. и что там происходит. Вы посмотрите, какие митинги там идут во Франции и в Германии. Потому что понимают, что Европа будет работать на капитал Америки. Нет, не просто понимают, Станислав. Значит, там четко и конкретно обозначается. Они не могут договориться по многим положениям. Значит, американцы не допускают в области медицины и финансов Европу. Значит, телекоммуникации только 20% им дают, могут отдать. Значит, европейцы четко понимают и особенно южные страны Европы выступают, что будет загублено сельское хозяйство, что будут потеряны рабочие места, что более дешевая продукция как бы придет на их рынки. Значит, европейцы не хотят, тоже там ведутся дебаты по участию в секторе транспорта, связи, финансов тоже. Не могут договориться. Сейчас, как бы, кандидаты американские на президентский стол Клинтон и Трамп противники тоже, у них большие сомнения по этому вопросу. Ну, так давайте возьмем транс-латиническое сотрудничество и вот берем европейскую нашу ассоциацию. Ну, так речь же об этом том же, да то он часто об этом говорит. Ну, люди добрые, ну, нужно взять, прочитать, нужно нормально, экспертно, рассудительно донести до людей между собой. Зачем обманывать друг друга? Если эти вопросы каким-то образом там нивелировать, расхождение эти, то, наверное, да, надо все оставлять. Никто же не говорит, что нужно разворачивать. Но ведь это у нас тоже в масс-медиа не слышу. Почему? Нигде об этом не приводят. Почему не дают картинку по транс-атлантическому сотрудничеству? Да, Москва там в новостных блоках каких-то дает. А где наши комментарии? Мы же уже одной ногой в Евросоюзе. Пора что-то взвесить, может быть, как бы, пока не поздно. Но я ваш призыв принимаю. В наших программах как чем-то вы мы эпизодически поднимаете вопрос. У нас бывают эксперты по транс-атлантическому сотрудничеству. экономического характера. Нет, нет. Тут надо просто для наглядности для всех, Станислав, тут надо показать. Вот что европейцы. Значит, европейцы как бы предлагают нам правила одни. Молдове, да, и там по советскому пространству. А в отношении как бы Америки они как бы совершенно другие в зеркальной своей плоскости. Я вижу здесь следующую вещь. Смотрите, у стран Европы есть больший период политической культуры у жителей этих стран. Они знают, что такое уличные протесты и как сделать, ну, будем говорить, их результативными. У нас уличные протесты, как правило, ну, вот я помню по временам, так как сейчас говорят, коммунистического правления Молдовы, времена Воронина и уже последующих несколько лет, когда уличные протесты сначала, вначале были протесты, возглавляемые, ну, не знаю, представителем народного фронта либо оппозиции теми, кто был в оппозиции к коммунистам, а затем уже и сами коммунисты выводили людей. И, глядя на них, я понимал, что они больше всего производят, ну, ощущение, знаете, такого свистка паровоза. То есть пар выходит, результата нет, паровоз стоит на месте. И в этой ситуации есть некая разочарованность, мне кажется, наших граждан, когда понимали, что, ну, выходить на протест для того, чтобы убедить власти не тащить нас в Евросоюз, не набралось духа или не набралось, не знаю, каких-то определенных конкретных мотивов. Ведь столько было обещаний сказано, сколько красивых телевизионных роликов было показано, где герои этих роликов чуть ли не пили, а саны Евросоюза. И, ну, в итоге мы это знаем. Сейчас мы потеряли, не знаю, 12-ю часть бюджета, мы потеряли рынок восточных стран, мы не обрели западный рынок. И в итоге, в итоге мы теперь, не состоявшись, как экономически развитые государства, говорим о том, что мы не состоимся и политически. Вот то, что сегодня я вижу. И это, ну, я уже делюсь с вами своими констатациями. Я хочу сказать, что мы немного ушли от нашей темы, как мне кажется, от темы вашего союза, союза российских соотечественников. Но я понимаю, что это не просто обособленная группа людей, это мы сограждане, и даже, ну, пусть таким названием, союз российских соотечественников являются полноценными участниками общественной жизни республики Молдова, и поэтому вопросы, которые, допустим, даже, наверное, вы ставите перед собой, которые являются, будем говорить, этнического характера, они всегда увязаны с теми вопросами, которые стоят перед каждым гражданом Молдовым. Я вам скажу, что это не только как бы наши задачи этнического характера стоят. У нас, в нашей организации, наши цели и задачи это построение социально-справедливо-правового государства, демократического. Это чтобы мы каким-то образом модернизировали нашу страну, чтобы мы ее изменили к лучшему. Речь не идет о противостоянии. Мы хотим как бы донести мысль о том, что нам с молдавским братским народом делить нечего. Нам нужно как бы вместе что-то предпринимать. Вот пассивность от чего как бы людей? Потому что абсолютно ничего не меняется, ничего не происходит. Власть сама по себе, люди сами по себе. Ну разговариваешь с людьми вот по районам тоже как бы говорит ну что как бы одни и те же все приходят все как бы решают свои вопросы. Должна произойти сменяемость. Надо выработать новые подходы. Надо провести аудит предшествующей деятельности. Надо призвать к ответу тех, кто это заслужил не по политическим мотивам за все коррупционные схемы, за все конфликты интересов, за все злоупотребления служебным положением. Если один раз это произойдет, когда придет новая власть и когда как бы даст оценку и когда что-то и поменяется и люди увидят что если что-то не так то люди несут ответственность там в эшелонах власти тогда может быть и они свое участие больше в этом увидят. А если так будет и дальше продолжаться ну вот опять общие слова везде вот смена олигархической власти о чем идет речь на один человек олигарх там которого везде и всюду склоняют ну может быть там еще одного назовут который там в Аргееве да а дальше о чем идет речь вы же раскроете скобки вы скажите что мы будем делать дальше дело в том что как бы этническому молдаванину все равно как бы если это китайский врач делает иглоукалывание он хочет прийти и как бы получить поправку своего здоровья либо своих каких-то родных и близких его сильно интересует на каком языке этот китаец говорит а если сегодня кто-то придет фермерское хозяйство и покажет им бизнес обоснования скажет что сюда будет инвестировано и какие управленческие решения будут приняты как вы думаете какое решение примет это фермерское хозяйство они скажут что нет не на том языке вы с нами разговаривали или они скажут что мы только будем рады давайте люди хотят лучше жить лучшего чего-то а как бы вот разыгрывается совершенно другая карта постоянно задача донести это до людей до людей что есть элементарные какие-то жизненные потребности все соцопросы о чем говорят вот я смотрю последние соцопросы на первом месте безработица не извиняюсь низкая зарплата на втором месте отсутствие достаточного количества рабочих мест на третьем месте маленькие пенсии на четвертом месте коррупция вот что людей как бы беспокоит конкретные реальные вещи медицинское обеспечение ну вот о чем говорят вы когда в последний раз в больницу какую-то заходили навещали родных может быть или близких знакомых не так давно вот сын родился а сын родился поздравляю это хорошее вы вот я заходил недавно тес лежал у меня в больнице ну заходишь как бы элементарно 21 век делается там капельница как бы человеку там на соседней койке он не может позвать сестру надо обязательно чтобы дверь была открыта надо чтобы кто-то побежал ее привел а что кнопку звонок сделать чтобы пригласить как бы нет возможностей нету возможности никакой не ну как бы летом кондиционирования нету люди в таких условиях невыносимых находятся в этих больницах и как бы молятся чтобы попасть там на теневую сторону о гипертонике о сердце это элементарные вещи которые даже бюджетных денег не надо Александр полностью разделяю вашу так сказать сабоченность тем что происходит в нашей стране но к сожалению время нашей программы пробежало незаметно и нам уже пора прощаться с зрителями единственное что могу пообещать вам что мы обязательно к этому разговору вернемся в ближайшие наши эфиры и продолжим знакомство и с вашим союзом и с теми идеями которые вы то есть закладываете в этот союз допустим знакомство с вашими целями и программами я надеюсь что большинство наших зрителей вне зависимости от того каким является их родной язык наверняка поймут или почувствуют что это то ради чего и они готовы жить и реализовывать последняя фраза Станислав пожалуйста я хотел бы обратиться к телезрителям и сказать что наша организация повторюсь не этническая и наша главная задача объединить болгар гаговозов евреев русских украинцев сформировать широкую дискуссионную площадку и сформировать широкую переговорную сторону с властями выйти из академического формата переговоров и проведения круглых столов к широкому диалогу надо что-то поменять время настало по другому мы ничего не решим спасибо вам за сегодняшний разговор мы его обязательно продолжим спасибо вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был председатель организации которая называется союз российских соотечественных в Молдове Александр Блащук следите за нашими эфирами будет интересно всего доброго субтитры и субтитры